Еще несколько лет тому экскурсии на перепрасывающие заводы были обычной справой. Теперь все по-иншему. Сфотографовать позволить у лепшим выпадком территорию предприемства, без наведывания вытворчих помешканий. В последний час конкуренция, особенно на внешних рынках, настолько взросла, что на предприемствах вымышлены заховывать у строгой тайне, как рецептуры, так и технологичные особенности. Даже в Европейском Союзе, не глядяши на декларованную открытость рынков, некоторые товары до соседей утрапляют с великими тяжкостями. У Державного комитета по стандартизации кажут, что часто перешкоды створаются штучно, а для их переодолевания потребна сэправды высокая якость продукции. Бадай самый значный потенциал на гумельшине у предприемства у перепрасочей галяны. Почас областного дня якости организованы выставы продукции предприемства у Палесского региона. У кожного золотые и серебряные ознагороды международных выстав. Действительно, потребительские характеристики нашей продукции очень высоки. И наши предприятия движутся, создают новые и новые оригинальные виды продуктов. И это очень здорово, что эта продукция признается не только у наших ближайших соседей, но и далеко за пределами страны. Потому что основная доля пищевой продукции сегодня поставляется на экспорт. Номинанты у конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь» Возначались сначала на областном узровне. Показчики перепроверили в держстандарте и только потом огучили кончатковые выники. Отповедные дипломы отримали еще 25 предприемств у Гумельшины. А прощатого урушены специальные ознагороды. Лепшие у Галяне и лепшие у регионе. А так само у першиню дипломы «Стабильная якость». Разом с предприемствами, якие на рынку уже не одно десять годзе, такими як «Гомсельмаш», «Светлогорске химволокно» и «Добружске фарфоровые», параунально молоды «Туровский молочный комбинат». У списей лепших так само «БМЗ», «Спартак», «Гомельский химзавод», «Калинковицкий гомельский» и «Жлобинский мясокомбинаты». У вынику проведенной модернизации у техничном плане предприемства Гомельской области уже не тые, что были еще годов 10 тому. Але навыд гэта не гарантуя вытворцам спокойного життя. Разом с высокой якостью у рыночных приоритетах я шею конкурента с долгой цены. Все это новое оборудование должно давать, в первую очередь, отдачу за счет того, что за счет снижения затрат на ее производство. Потому что рынок, как Республики Беларусь, так и рынок СНГ, и даймировой рынок, он перенасыщен продукцией. И в этой конкурентной гонке может выиграть только тот, кто может предложить товар дешевле, но качественнее. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания Гомель Скалинковичау.